Я хочу завершить этим видео наш год. Оно, хотя украинец возмущается о украинских женщинах, но не совсем возмущается, рассуждает, как он говорит. Я не могла пройти мимо этого видео, потому что оно у меня очень впечатлило. Очень оно душевное, душевное. Хотя, в принципе, речь идёт о серьёзных делах. И поэтому в канун Нового года я не хотела делать какие-нибудь такие слишком тяжёлые, напряжённые видео. А я хотела завершить вот именно таким, в принципе, добрым видео. Многие украинки ищут именно немца. Для чего они ищут? Давайте разберёмся. Давайте серьёзно. Очень мало кто из них, к сожалению, ищет себя по душе, по любви. А чтобы закрепиться, остаться здесь, особенно родить ребёнка, так и говорит этот мужчина из ТикТока. И это печально. Эти женщины разбивают семью, которая осталась в Украине, которая мужчина, который за вас борется. Давайте будем, даже русские, давайте будем сейчас более в канун Нового года, в канун Рождества добрыми. Ведь эта война, это война непростых людей, не таких, как вы, 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 вы. Это война политиков. Это война за бабло. Это война за власть и разделение власти. И нормальные люди совершенно в этом не виноваты. Да, к сожалению, они убивают друг друга. Многих нет другого выхода. И этот мужчина-украинец, что мне нравится, он говорит, как за русских солдат, так за украинских солдат. Что мы просто пешки в этой игре. И что в этот момент многие женщины выезжают на Запад, остались с детьми, у них семьи. И они ищут себя в это время, когда ее муж умирает за них, как бы за их несчастье, так и внушили. Короче, что происходит? Чисто мужская солидарность. Приходят здесь постоянно видосы, что женщины с Украины в Германии находят себе немецких бюргеров. И живут с ними, даже рожают от них детей. Вы приколитесь? Ну, потом, естественно, записывают видосики, типа, что они такие жадные, хер ты у них зимой снега не допросися, скупые, расчетливые, но зато убираются. А мужики воюют. Так я вот что хочу сказать, что херово, конечно, получается, что когда твоя девушка или жена или мать твоих детей, пока ты защищаешь родину, да, она покидает тебя, она уехала в тепло и не хочет назад. Но это понятное дело, кто хочет войну, но как можно, да, не ждать своего любимого человека, если он таким является, да, клясться ему в любви, рожать от него детей, а потом просто находить себе немца. Хочу немножечко сказать, как многие украинки говорят о скупости немцев. Немец раньше было немножечко по-другому. Я не знаю, я сейчас не встречаюсь, но я слышу от своих подруг. Немцы не скупые. Они, если у них есть деньги, они должны знать, в чего они вкладывают. У них все просчитано. Это их внутреннее такое. У каждого национальности есть свои особенности. Немец может быть очень-очень щедрый, если он знает, для кого и что это будет серьезно. Поверьте. Вот сейчас расскажу, что у меня соседка, ей 75 лет. Она, к сожалению, она пройдоха немка. Я как-то в одном видео рассказывала, что стерва, настоящая, только стерва есть нормальная стерва, а есть настоящая. У нас весь дом, они часто говорят, 75 лет. То, что в Германии, это не нужно, что другие понятия, чем в России. Тут и в 70 может, замуж и в 75. Так она недавно приходит и говорит мне, я замуж вышла. А я знала, что она встречалась с очень богатым человеком из Грунывайта. Это самый дорогой район. Он ей все подарил, потому что она так показала, что она ему нужна, необходима. И он понял, сначала он был более такой, не так прям бросался деньгами. Круизы ее берет и так далее и тому подобное. Она эта ж немка, поэтому переходила от одного до другого. В таком возрасте у нее постоянно у нас с соседкой обменялись мужчины. Поэтому она внушила его так, что она и он на ней женился 75 лет. А почему они женились? Почему она его так вот подвела, женитьбы? Чтобы он старше, ему почти 80. Кстати, он шикарно выглядит. Богатый человек, ухоженный. А не прекрасно, жизнь у него шикарный, дом. Она здесь ему плакалась. У меня денег нет. Где? Как? Как я осталась одна? Хотя какая одна? Постоянно менялись мужчины. И эта женщина ему внушила, что как же я, не дай бог ты умрешь. Я останусь без денег. Твои же родственники, твои дети надо официально все сделать. И она умная, в принципе умная стерва, подвела его, что они 75 лет еще женились. Вот она пришла и сказала, я была в шоке, конечно. Так что, ребята, есть немцы, это нельзя говорить так. Если она уже, украинка, говорит, что он такие себе немцы, такие ужасные, ужасные, значит они чувствуют, что вы приходите в ресторан и только концентрироваться, заказать подороже. Разодетые. Вы знаете, вот даже я как-нибудь потом выставлю еще видео, как сразу развлечают здесь Украина, которые сейчас приехали и которые раньше приехали. Так я вот что хочу сказать, что херово, конечно, получается, что когда твоя девушка или жена или мать твоих детей, пока ты защищаешь родину, да, она покидает тебя. Она уехала в тепло и не хочет назад. Но это понятное дело, кто хочет войну. Но как можно, да, не ждать своего любимого человека, если он таким является, да, клясться ему в любви, рожать от него детей, а потом просто находить себе немца. Я хочу так сказать, что очень мало женщин будет счастлива с немецкими мужчинами, если у нее такое, знаете, русское или украинское или белорусское. Как бы никого не обидеть, как бы, знаете, начинка. Вот, так что хочу сказать, что вы привыкли, украинские женщины, что... Я, кстати, сейчас хочу уточнить, я не всех обвиняю, вообще далеко не всех, только тех, кто так поступали. И я даже их не обвиняю, я просто как бы рассуждаю на этот счет. Вы как бы думаете, что вы найдете немца себе или европейца, и вы ожидаете от него то, что для вас делает тот человек, который такой же начинки, как и вы, да, из того же, как говорится, тесто слеплен. Вы не дождетесь, понимаете, потому что у немцев, у них по-другому воспитание, у них по-другому отношение к женщинам. Они относятся совсем по-другому. То есть он не прыгнет за вас в бой, понимаете, он вас не защитит. Он как бы защитит вас, типа, что он вызовет полицию. Вот. А, например, человек с постсоветских стран, будем говорить так, а то каждого уточнять это, времени не хватит. Он за вас-то жизнь отдаст. Что они, кстати, сейчас и делают, да, эти мужчины. Поэтому я чисто хочу сказать, мне жаль этих мужчин, мне жаль, что с ними так все произошло. Я надеюсь, что они вернутся все живые и с русской стороны, да, и с украинской стороны, потому что, наверное, дядьки там делят все, пилят, а пацаны погибают, что очень жаль. В Израиле, кстати, сейчас то же самое происходит. И это бесит. Давайте жить дружно, да. Все женщины из Украины, которые оставили свои семьи, плакали, рыдали, мой муж там и сейчас, сколько на тиктоках, он сам говорит, тиктоки рассказывают, какие они жадные, какие они плохие, а тем не менее ищут дальше. Это же двойная мораль. Значит, вы, вам не нравятся немцы, но вы, вам нравятся ваши, вы сравниваете все мы с украинцами, у вас там мужья, женихи были и так далее. И те женщины, которые говорят гадости, что они такие скупые, что они такие плохие, хотя это действительно, ребята, и вот поверьте, я сколько лет прожила в Германии, если такие-такие, я встречала тоже славян, которые были очень-очень жадными, и у меня подруги рассказывали. Так что это нельзя, так сказать, и такие же есть и евреи, такие же есть и русские, нельзя абсолютно говорить. А вы знаете, какие французы тогда жадные, это вообще отдельное слово. Я очень много во многих странах была, мне очень много знакомых по миру, и даже у меня знакомые даже в Южно-Африке, и мне рассказывают, как и что, и очень близкие знакомые. И поэтому эти женщины, которые ищут, обсуждают, обгаживают немцев, а все равно хотят остаться здесь за счет них, они хотят попользовать этого человека. Они ломают жизнь детям своим, своему мужу, который остался защитять вас, они ломают жизнь немцу, потому что он думает, они показывают себя хорошей хозяйкой, такой страстякой, такой прекрасной, несчастной от войны избежавшей. Они в этом случае играют, играют. Сколько я знаю таких. У меня есть один маленький пример, я еще никогда не рассказывала. У меня была очень хорошая знакомая, которая много лет тоже здесь, ну, лет 10 она живет, она из Украины. В принципе, нормальная женщина, но у нее остался друг в Украине, она часто ездила то здесь, то там. Она не сейчас, но прибывшая, не беженка. И эта женщина, она работает, все. Эта женщина, у нее был друг, даже ближе, чем друг. Считай, ну, как, они, ну, просто не женаты были. И он пошел в армию. Почти каждый день по возможности ей звонил. Ему нужна его, была ее поддержка. И она часто не подходила к телефону. Она часто не хотела только, ах, нет, тогда опять будет жаловаться, или опять будет ему надо поддержка. А мне собой нужна поддержка. Но не в такое же время. Это не значит, я абсолютно не, я просто по-человечному. Хочу быть человечным человеком, человечным. И человечность, это то, я сейчас говорю очень спонтанно, я не подготавливалась. Мне просто действительно вот это запало, это видео. Человечность в том, что если ты любишь, а ведь все думают, если человек вместе, значит он как бы должен, по крайней мере есть какая-то, должны какие-то быть чувства. Почему же ты его не поддержишь? Я часто ей так говорила. Поддерживаешь. И этот парень, он начал пить. Он был ПВО. Он начал пить очень сильно. И он погиб. Потому что она не помогала. Дают одному надежду, которая воюет за вас. И умирает, сколько умерло ребят. И русских, и украинцев. А в это же время ищет себя сначала в доме. Вы думаете, сколько разводов. Я живу слишком долго здесь. Я много лет хотела вернуться в Россию, в Советский Союз. Потом Россия. Много лет мне было очень тяжело. Где-то 3-4 года я не могла. Мне было очень... Хотя я приехала по любви. Действительно, молодая девушка. По любви я приехала. Если бы я не приехала по любви там, то меня не знают. Я бы не жила бы в таких квартирах, в которых я жила в первые годы. У нас туалет был на несколько семей. В старом фонде. Кто знает, принц Лауберг, Берлин. Не реконструированы дома. У нас были крысы. По ночам мне надо было в холодную. У нас были тогда сильные, суровые зимы. И мне я приехала в феврале. Была страшная, тяжелая зима. Из прекрасной квартиры. У нас была с мамой три комнаты на двоих. Прекрасная квартира с паркетом в Арсендаре. И я приехала и в такие условия. Но если бы я приехала только за того, чтобы как бы на счастливую жизнь, счастливую жизнь, я бы тут же уехала. Но я приехала по любви. Да, мне было тяжело. У нас не было души. Я ходила к нашим родственникам в Асиндзе, в район Асиндзе, к сестре моего мужа, принимать душ из таких условий. Так что все думают, говорят, это все, что прошли мы. Мы топили нашу квартиру углем. И таскали угли. Уголь привозили в подвалы. Из подвала муж был тогда офицером, работал немецким. И мне надо было таскать ведрами, молодой девочке, без лифта, таких условий. Поэтому если я вижу у некоторых украин, которые осуждают, что-то дома им сразу нужно, почему меня это будоражит? И почему я с этим не согласна? Нам никто не помогал. У нас даже немецких курсов тогда не было. Мы все делали сами. И если бы я не приехала по любви, и такие, как я, и этнические немцы, им было очень тяжело. Я многих знаю. Очень тяжело, как они жили. Не все им на блюдечке давалось. Жили в лагерях. И долго. Многие не имели квартиры. Учили язык, сдавали языковые. Надо было язык сдавать, чтобы попасть в Германию. Этническим немцам. Они прошли действительно тоже тяжелую, тяжелую жизнь первые один, два, три года. Что закрепиться и чтобы интегрироваться. Поэтому часто я хочу сказать, у меня выходят такие видео. Мы, те, кто здесь, по-честному приехали. Или по любви. Или как этнический немец. Или немка. Мы боролись. В конце я хочу сказать, давайте жить мирно и уважать русский, украинец, белорус, прибалтиец и так далее. Уважать немец. Мы все люди, просто люди, созданные Господом Богом. Мы все просто. И в нас сечет такая же кровь у всех. Только группа крови другая. И часто даже и не различишь, кто ты. Я часто и не могу различить русский или украинец, или белорус. Если я езжу где-то в поездки. Я очень много видела в мире. Давать, уважать и жить дружно, и не поддаваться давлению сверху. Тогда, может быть, не будет столько войны и крови. Тогда не будет столько умирать людей с двух сторон. Братьев, славян. Я желаю вам мира и счастья, друзья, независимо от национальности. И когда я делаю видео, если украинцы, это не значит, что я именно хочу постоянно украинцы, украинцы. Я делаю и про другие беженцы. Я просто слишком много прошла здесь и достигала сама, без помощи, и долго, много лет. И знаю, что нужно трудиться, чтобы уважать эту страну.